Более ста мин выпустили боевики в сторону позиций сил АТО. За минувшие сутки четверо украинских военных погибли, двое ранены. Сложная остается ситуация в районе Светлодарской дуги. Здесь враг применял минометы запрещенного калибра. Из гранатометов били по защитникам Авдеевки, Каменки и Широкина. В районе Майорска боевики открывают огонь в серой зоне. В то время, когда люди проходят линию разграничения. Наш военкор Ирина Баглай продолжит. Майорск, рядом Зайцево, село на линии огня. Обстрелы здесь как по расписанию. Еще до рассвета боевики со своей стороны запускают людей, пересекающих линию разграничения в нейтральную зону. И пока контрольно-пропускной пункт с украинской стороны еще не открылся, наемники начинают стрелять по позициям военных, которые находятся рядом с дорогой. Они работают тогда, когда есть люди уже на их контрольно-пропускном пункте. Мы в огонь не можем открывать ответ. Проходят СПГ, АГС, БМП-1. Калибр пушки боевой машины пехоты не уступает миномету по разрушительности. Калибр 73-й. Отпрацовывала со стороны Горловки. Она подъезжает, отпрацовала, закинула там 3-4 снаряда и сразу же ховается. Сидит корректировщик, где-то недалеко опасается и корректирует огонь. Вооружение потяжелее наемники держат за терриконом. Это уже окраина Горловки. За терриконом находится их минометка. Они тоже отработают с минометом. Как только стемнеет под прикрытием огня, боевики пытаются пройти по лесопосадкам вдоль дороги. После их вылазок наши военные находят растяжки среди деревьев поблизости от блокпоста. Эмма Степановна с обочины не сходит, хотя и надеется, что ей ничего не угрожает. Все, по-моему, расчищено. Когда были мины, то стояли растяжки, написано «мины». Пять часов пенсионерка уже в пути. Из оккупированной Горловки едет в Славянск за украинской пенсией, которая позволяет выжить. Жалуется, в родном городе все очень дорого. Цены только на одни циферки смотришь и поражаешься, ужас берет, какие цены у нас. Люди не скрывают на оккупированной территории, им тоже выплачивают деньги. Там помощь платят, там не пенсии платят. Недавно сепаратисты добавили по 50-100 рублей пенсионерам. Но суммы и после того остаются мизерными. У меня 3000. На такую же сумму удалось найти работу и сыну Эммы Степановны. Шахтер в прошлом теперь согласен на любой заработок. Ведь шахты давно под замком. Пошел на кладбище работать, а там, в общем, что-то 3000 получает, кажется, русскими. И лопату раз поломал, лопату два поломал. У меня взял лопату. Я говорю, да что еще на лопату я не буду работать. Зарплата там 2700 русскими. На 2700 это нереально молодым людям прожить. Но люди вынуждены идти и там работать. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Евгений Малярчук из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.